Бля, это же Стёпа Голубь. Он конченый долбоёб. Рассказывал мне, как он со своими корешами срал в морозилку. Пишет Александр Проценко. Зачем ты меня оскорбляешь? В смысле, чё он пишет, что я долбоёб? И во-первых, не я срал в морозилку, а мой кореш Серёга. Я просто смотрел. Серёга Зверев, я ж крова. Привет. Вот. Александр Проценко, не надо оскорблять меня. Йоу. Уже традиционно каждый год приезжает ко мне в гости Степан Голубь с Москвау-Сити. И мы ему делаем татуировку Голубь. Ну, типа, он Голубь, и ему делаем татуировки Голубей. Сегодня очередная татуировка Голубя. Он хотел сделать стиль Чикана, блядь. Я просил его сделать Чикана. Мы сделали треш-польку вот эту. Он говорит, загадывай стиль. Я говорю, Чикана. И под каждым видео я писал коммент, где Чикана. И где Чикана, я не знаю. Но сегодня мы будем делать настоящий трагик. Почему мы расскажем чуть позже эскиз просто царский. Я ему еще не показывал и хотел это сделать прямо под камеру. Поэтому я ему покажу, мы посмотрим на его эмоции, да, и вы все увидите. Ты готов, да? Да, давай уже. Типа, а ты можешь сказать, что тебе не нравится, и мы не будем это задавать? Да, да. Я же так, блядь, и скажу, мне не понравится. Типа, королевский голубь в стакане, да? Типа, ну это типа ты. Стилек, да. Хорошо. Мне нравится. Блядь. Не, стиль, стиль. Да. А, то есть все будет закрашено? Или вот это так будет? Ну, будет тебе... Или все будет... Будет стильно. Будет стильно, окей, я тебе верю. Начинаем? Да, погнали. Какое место? Или распечатаем и посмотрим? Давай распечатаем и посмотрим. Смотри, мы делаем не размер татуировки, а мы печатаем под самую жирную иголку, чтобы толщина вот этого контура, типа, на трансфере вышла, и она вровень с иглой была. И типа вот такой размер татуировки было. Бля, сука, да. Под иголку. Мы делаем не под место, а под иголку. Под иголку, да. Под иголку, да. Это вот типа татуировочное настроение. Мне кажется, это традициональности. Распечатал трансфер под 11-ю РС-ку, и сейчас уже под этот размер трансфера подбираем место. Я, честно сказать, ногу ему не брил. Ему подрили ногу, значит, мы выбрали это место. Получается так, да. Как мы... Давай переведем с закрытыми глазами. Друзья, перевели эскиз, чтобы он был чуть ниже шорта. Королевская классическая традиция, и она должна просто быть на видном месте. Она не имеет права прятаться. Вот трэш-полька, которая... Вот вы, кстати, сейчас можете посмотреть, как она зажила. Сюрприз виден. Сюрприз, видимо, я так вколол, что прям он выпал, да? Все остальное черное, а это выпало. Это шрам прям, да. Просто шрам. Поэтому трэш-полька может прятаться под шортами? А традициональный стиль не может. Ну что, сделаем криво? Не. Все ждут кривизны. Да пошли нахуй все, сделаем ровно. У нас, если честно, время впритык, потому что... Я развешивал картины в студии, чтобы вы не писали, что здесь как в больнице. Вообще, Егор отличную идею придумал. Взять и пополам прям вверх побелкой сделать. Чтобы как в пагике было. Чтобы вы перестали только писать, что здесь как в больнице. Понимаете, ну вот ваши комментарии до чего доводят. Егор реально купил побелку. И спички. Да, чтобы бросать их. Вам просто надо зайти к нам в гости. В описании ссылочка на администратора. Пишите ей с вашей идеей татуировок. Договаривайтесь. Приходите делать к нам в студию татуировки. И убеждайтесь, что здесь не как в больнице. Не, если мы, конечно, сделаем подъездный стиль с побелкой, то вы вправе все-таки говорить, что здесь как в панике. Тогда приходите с пивасом и татуировки будем бить на картах. Вообще, я делаю долго татуировки. Вот хочется здесь применить технику на отъебись, но она как бы не будет хуже. Но она будет типа ускорена. Понимаешь? Ты понимаешь, если я опоздаю на поиск, то мы остаемся у тебя. Первая будет кривая. Договорились? Первая кривая, дальше вторая. Ты че, блядь, охуел. Зачем ты трясешься? Блядь, потому что больно, блядь. Да? Ну так, блядь, мы же делаем толстую полосу. Ты че, блядь, охуел. Что это больно, чувак, пиздец? Ну, блядь, это стопка, потому что. Вазелин забыл, блядь, замазать у меня? Типа ты думаешь, с вазелином мягче. С вазелином мягче входит. Так. Ну, пока ровно. Ну и не пизди. Ну что, подушку Жень, будем класть ему или будем мучиться? Да, будем класть подушку. Подушку в студию. Пацаны сказали, что если на тебя наводят камеру, типа тебе не больно, но, блядь, все равно больно. Место ебанное. Нет, студия заебись. А место ебанное. Вот это место заебись. Вот это место хуйня. Никогда, нахуй, не буду бить татухи без обейсбола больше. Вот, блядь, только с обейсболом буду бить татухи, блядь. Я вначале подумал, что он сейчас скажет такую фразу. Никогда, блядь, больше не буду делать татухи у Астанина. Но он сказал по-другому. Нет, все, следующий просто с обейсболом сделаешь. Ты просто нытик. Ну, пошел. Давайте все просто... В этом ролике будет хэштег Степан Нытик. Покажи, пожалуйста, какой он нытик. Смотри. Я не нытик. Друзья, хочу напомнить, что весь март в самом крупном тату-магазине 28mob.ru проходит акция по моему личному промокоду. Вы покупаете кольцевую обалденную лампу и получаете бесплатную доставку. Пару слов о ее преимуществе. С этой лампой можно как и работать, так и делать портреты фотографии. Она очень ярко светит и почти не создает теней. Она пригодится как тату-мастерам, визажистам и не только. Даже это видео я снимаю сейчас с этой лампы и весь март по промокоду LED, по полной предоплате, вы получите бесплатную доставку в магазине 28mob на вот эту лампу. В комплектацию входит стойка, очень длинный провод, сумка и сменная панель, чтобы светить теплым светом. Вот эта белая, она вот холодная. И вот сейчас снимается с холодной. Ссылка в описании. Забыл сказать, что с ней очень удобно снимать таймлапсы. Вот так берете телефон, вставляете, нажимаете. Ну, не так делаете татуировки, но вот там сидите и делаете татуировки. Теперь в наших роликах появятся таймлапсы с хорошим светом и с хорошими татуировками. А вы скажете, какого хуя он в той же самой футболке, что и, блядь, полгода назад в выпуске? Да? Нравится? Стиль, да? Да нет, просто, ну, ситуация в том, что он приехал и такой переоделся и затупил. И говорит, я в тех же самых шмотках, что и год назад в ролике. Я ему говорю, если ты первее, чем они напишут коммент, скажешь о том, что, ну да, вот вы думаете, что я в старых шмотках, но я специально надел старые шмотки, потому что это стиль. И потому что вы не успели. Тогда, типа, прокатит. На самом деле, просто... Птица синицы, да? Мне птица синица не платит. Мне платят. You know или не you know? Птица синица. Большой способ, глянь, шесть, пять, дом, три, стоять, не пять. Ну ладно, я скажу, это не реклама. Самый горячий, самый традиционный, классический и просто приятный паб в центре Москвы. Это Птица синица, метро Китай-город. Там работают все мои дружище. Заходите туда. И когда я приезжаю в Москву, я туда тоже захожу. В 6 утра вам будет хуёво, у вас не будет денег. Скорее всего, Егор тоже туда ходил, в Москве живут. Это типа настоящая реклама, да? Этого заведения. Мы почти закончили с контуром и переходим к нашему любимому. Круги. Никогда за целый год у меня не получился ни один круг ровно. Блядь, надо просто, знаешь, резать рубрика круги от Сталина и типа сегодня получится или нет? Получится или нет? Получится или нет? Давайте сделаем с вами этот круг типа в надежде, что он получится кругом. Не дергайся, пожалуйста. Пусть такой, да? Чувак, твой самый ровный круг. Чё, блядь? Чё? Переходим к закрасу. Да, сегодня я снова крашу индюшкой с дизайном Егора. Голубь у нас будет в ЧБ традиции, поэтому настолько чёрный цвет, да, это тенюхи и некоторые плотные места. Ты вообще ротором часто работаешь? Это касаемо. Степан, мы в этом ролике же хотели поднять тему начинания в татуировке, что многие из вас считают стиль олдскул, традицию, считают за начальный стиль, типа проходной. А мы вам хотим объяснить, что стиль олдскул, вот в котором я делаю свои произведения искусства, это полноценный стиль, это типа, типа, типа неначальный. Вот начните сначала с реализма, а вот потом придите к олде. А? Как вам вот такое? Все, кто считает олдскул полноценным стилем татуировки, а не проходным, не самым начальным стилем, ставьте палец вверх. Все, кто считает это начальным, окей, давай, вот давайте посмотрим, навалите дизлайков. Вот типа лайки, кто считает, что стиль олдскул это полноценный стиль, дизы начальный проходной. Прикинь, перевалит дизы. Хороший традик равен хорошему реализму. You know или не you know? Типа, я считаю, что это равносильные стили, потому что хороший реализм сделать, ну, вообще, прямо, знаешь, для меня кажется, что невозможно. И также сделать качественный, с хорошей авторской идеей, соблюдение пропорции композиции в олдскуле, но это тоже очень сложно. Ну, типа, пересчитать королей олдскула, ну, типа, по пальцам. Все стили равнасилен. Нельзя сказать, что какой-то стиль круче, чем другой стиль. Многие считают, что олдскул это проходящий стиль, с которого надо начать, и потом ты медленно, но верно придешь к реализму. Да ты как уходит? Друзья, ну вот такая вот татуировка сегодня получилась. черный традик непроходной олдскул. Я доволен. Чего ты ожидал? Прошел год? Да не год, меньше прошло. Прошло чуть меньше года. Шесть месяцев. Полгода прошло. Я ожидал Чекана, конечно же, но у меня теперь супер стильный черный трад. Я прям кайфанул, доволен. Прокачиваем студию. Голубь будет следить за Диманом, чтобы все видосы выходили вовремя. А с вас подписка, лайк, колокольчики и три комменты, чтобы видос в топ. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok